9 апреля эстафета Знамени Победы достигла границ Мирненского района, после чего полотно в сопровождении почетного караула пронесли в учебных заведениях города. Во всех школах и училищах прошли торжественные построения, где ветеранам и детям войны вручили медали и памятные награды. О том, как это было, расскажет Роман Муконин. Несколько дней Знамя Победы находилось в Мирненском районе. Торжественные линейки состоялись не только в школах, но и в высших и среднепрофессиональных образовательных учреждениях, где перед студентами выступали ветераны и представители общественности. Далее Знамя Победы отправилось в поселение, и первым на очереди стал Светлый. Здесь полотно приняли в индустриальном техникуме, и молодежь смогла лично увидеть копию известного всему миру образа. Затем эстафета достигла Чернышевского, где Знамя Победы уже ждали в актовом зале. Праздничный концерт предварял официальную церемонию награждения ветеранов, но перед этим дети войны вспоминали, как непросто живось в те годы. Было холодно, голодно, все это вынесли. Слава нашим родителям только, вот самое главное. Отцам, погибшим на фронте, сестрам, матерям нашим. Особенно торжественным и радостным моментом эстафеты стала встреча с ветераном Станиславом Селецким. Он участник боев с японцами, и в этом году будет отмечать 101-й год рождения. В силу своего возраста двигается он с трудом, поэтому Знамя было доставлено прямо к нему домой. Торжественно вручив юбилейные медали, все гости собрались вместе, чтобы под символом гордости русского оружия сделать на память общие фотографии.